Итак, ребят, смотрите, у кого-то есть, у кого-то нет. На самом деле, на конструкции мы работаем на этой, по сути, принципы все для всех макевард одинаковые, хоть для пружинища, хоть нет, потому что пружинища позволяет гораздо больше вариаций. Ее гораздо больше. Если вы не пружинище, то вы уже будете работать только в кости, что называется, но вы не будете работать в сухожилии, связки, почему. Плеометрики не будет, не будет принотинания. Вот смотрите, значит, мы с вами что рассматриваем? Мы с вами рассматриваем закидни кулак и рассматриваем закидни голень. Вот так. И рассматриваем голень как две вещи, которые от друг друг друга очень сильно различаются. Почему? Потому что, когда мы работаем кулаком, мы руку тренируем вдоль оси нагрузку даем. И на мелкие суставы, и на связки. Если мы работаем голенью, мы поперечную нагрузку даем. Поэтому мы рассматриваем на примере вот этих двух самых удобных видов оружия, которые чаще всего применяются. И на улице лучше всего применять именно голень и кулак. Вот. Все. И предплечье в том числе, потому что оно набивается именно по принципам, по которым, оно набивается голень. И рассматриваем этим самым и локоть, и рассматриваем этим самым и стопу, потому что они набиваются по принципу кулака. Уже понятно. Да, то есть вдоль оси кости. Вот. То, что я на этом семинаре буду давать, и вы будете делать, оно направлено больше на кулак и на голень. И в том, как это прикладывается к жизни вообще и все такое прочее. Что касается локтей и коленей, это мы не рассмотрим. Я говорю, что принципы такие же, но эта тема, если мы все захватим, то мы ничего не успеем. А вот по кулаку мы можем успеть очень, как бы, дофига. Вот. Потому что 15 часов – это много. Это нормально. Для того, чтобы было понятно. Вы, наверное, замечали, вот сейчас вы это все попробуете, что если вы подойдете и попробуете в макевару любым способом, правильно-неправильно ударить ладонью, там, пошли там, ладонь там, вы ее доколотите все, попробуйте. Попробуйте. И он в ногу стоит. Да, пожалуйста. Любой, вы хотите колотить, пробуйте ладоши. Доберем. Ладонь мы доберем. Так, она раньше там, значит, болтается. Зависит. Ага. Нормально. А тут закрепили уже. Закрепили. Сказалось, да. Вот смотрите. Но если вы сейчас то же самое даже представите, что вы будете кулаком делать, во-первых, вы можете попробовать, но вы можете вихнуть его, поэтому я не буду заставлять вас это делать. Но вы сами где-то под спудом чувствуете, что кулаком может так и не получиться. Особенно оно может не получиться, если бы доска была голая. Вы бы, вы бы рукой бы, ну, ладонь бы спокойно по голове бы лупанули. Просто. Я без всякой техники. Просто. А кулаком бы вы не рискнули бы, возможно. А если бы даже ударили, то какой-то механизм внутри вас, он затормозил бы руку сразу после контакта. И вы бы заданули бы вот сильно, но на поверхность. И вы бы ее не пробили. Именно в итоге вы себе разбили бы руку. Это как доски ломают часто. Хлоп по доске. Но бьют именно по поверхности, по самому. Все. И не пробивают удар. И не пробили. Поэтому у человека где-то под спудом, когда он кулаком удар наносит, он никогда не пытается, неподготовленный человек ударить действительно сильно. Ему кажется, что он хочет ударить сильно. А в итоге удар у него возникает не сильный, потому что он удар концентрирует на поверхности. Мы к этому вернемся. Это очень важная часть. Но сейчас мы на самом деле с вами поработаем именно набивку, именно поверхностной части. Потому что если вы руки не набьете, что я говорил в самом начале, хотя бы поверхностно, вы на макеваре не сможете без шингар и без бинтов на пробивную силу работать. А хочется. Хочется работать на пробивную силу достаточно быстро. Вот. Именно поэтому все-таки надо обязательно готовить и поверхностные слои. Сила действия. Она равна противодействию. Если вы забиваете в макевару чисто поверхностно, вот сколько вы в нее заколотили на такую глубину, она вам и возвращает это все назад. Ладно ладошкой я бью, я сдвинул там два сантиметра. Она мне толщиной два сантиметра. Она мне назад все вернула и у меня вроде все структуры кисти проработались таким образом. Но если я работаю кулаком и ударил поверхностно и сдвинул два сантиметра, вот на столько всего она мне вернула назад и столько всего проработалась у меня рука. И у меня не проработалось ни запястье, ни предплечье, ни локоть. То есть стоит человек, как это может сейчас стоить, и вот сильно, как ему кажется, надо делать. Да, он нагревает поверхность. Он ничего не работает ни в руке, ни в спине. В итоге он начинает бить сильно, и когда встречает сильное сопротивление, у него кулак идет туда плечом пошел, сюда, спина, сюда. И удар никакого на самом деле нет. Почему? Именно потому, что у него на набутке не было, как закреплять всякие демпферы. Но сначала поверхность. Вот то, что я сейчас бил как бы сильно, да, вот именно по поверхности. Вот вам сейчас и надо будет бить не так сильно. Для набивки надо бить на начальном этапе очень тихо. Хотите на макеваре достигнуть быстрых результатов, работайте на макеваре медленно и очень слабо. На начальном этапе сила соприкосновения должна быть такова, контакт, что вы фактически просто руку приставляете и делаете, ну, как бы легкий нажим. То есть по сути, идите сюда, вот со стороны. То есть по сути, вы не должны закладывать туда сильный счет, вы должны просто касаться. Но это не значит, что должны встать вот так, вот так. Вы ничего не добьетесь. Обязательно вы амплитудно должны работать и сильно, как бы вы работали в реальном. То есть корпусом надо работать абсолютно всегда. Встали, амплитуда работа корпусом. Поверенность очень. Очень порядочная. Но я не делаю так, что я руку ловлю францами. Если вы будете руку именно кимировать, вот до того, как вы ну дотронуться, это когда человек другого хочет узнать, предположим, ну показать, вы можете, тыки свой, это можно убить это страшно не уйдя, вот сам тач контроль, это челюсть, ну на руку еще не будет, просто касаемся, раз я коснулся, и вот бородой я еще делаю так, раз так довел, я сразу так, я сразу касаюсь бороды, вот это надо учить, если же вы делаете так, раз ловите руку, а потом добудете, и вот здесь начинает толку не будет, вы должны занести сразу туда, это надо найти чувствую дистанцию, хорошо, спасибо, нужно найти чувствую дистанцию и тогда вы очень легко начинаете по макеваре колотить, именно колотить надо очень легко, очень легко, на протяжении, предположим, где-то месяца сейчас я вам покажу комплекс, который называется ГОСАЙКЕНСКИ, вы сейчас его будете делать, почему ГОСАЙКЕНСКИ, ГОД это 5, САЙКЕН это вот эта вот зонда ГОСАЙКЕНСКИ, это тычковые, значит удары, потому что есть учить, это там ракет учить, это супы учить, там все эти техники, да, САЙКЕНСКИ именно по длине, то есть силы вектора, основных ударов идет по длине костей, вот, значит смотрите, что вы делаете, первое, к макеваре всегда вы должны научиться стоять правильно очень часто можно видеть, что мастера как набивают, они встали, они бьют рукой и они смещаются вот таким образом то есть макевара идет по линии плеча и уходит вот туда, по ноге, не по средней части тела вот это по средней части тела, да, вот так, и вот так набивают вообще для набивки, для набивки, это фиолетово как это делать, понимаете, потому что при набивке вы вроде набивкой руки занимаетесь но если вы привыкнете делать так, то вам уже при постановке придется переучиваться, ну когда мы будете ставить технику лучше учитесь делать это правильно, вставать так как надо, цвет не хватает, да? Часто я хочу ага то есть так как это надо делать правильно вот, с самого начала и поэтому, смотрите, обязательно при работе кулаком, когда вы бьете кулаком как-то прямо перед собой техники, такие как уртские, то есть вверх кулака задержан, таты, цейкен, ну то есть вот все техники у вас обязательно макевара должна быть по средней линии, по линии носа и линии паха это принципиально важно вы заметите сейчас сами, как вы только начнете работать, что вы ударили несколько раз и вы постепенно смещаться начинаете убегаете вот от этого, этого не должно быть ни в коем случае встали ровно, абсолютно, вот так по мере и как будто по лыжине сдвинули ногу назад далеко вы сдвинете ее, близко, это не принципиально вам сейчас нужно встать так, чтобы при вытянутой руке и при довернутых бедрах вы доставали столько, сколько надо по мере, но чтобы оставался еще запас на пружину то есть чтобы вы могли продавить немножко дальше, не до конца, так как вы занимаетесь только набивкой но за макевару занести в руку чтобы у вас оставался в принципе запас еще и вот вы начинаете работать никогда при набивке не доворачивайте, ни при набивке, ни при постановке особенно когда вы рукой работаете, не доворачивайте руку до конца вот таким вот образом вы ее просто разотрете и ссадите в кожу то есть на самом деле зона контакта вот у вас а кулак вы будете потом заносить вот туда, вот там он развернется до конца когда вы уже противнику в живот засунете руку, там вы провернете ее до конца здесь вы ее не проворачиваете, оставляйте в таком положении, там провернется не крутите, это не нужно не начинайте набивку, легко делайте 20 раз смотрите за бедрами чтобы не было вот так бедро, рука, не так рука, потом бедро одновременно все работает очень повязанно все на макеваре все встали все на макеваре все встали я вам не допустил что вы знаете, что ты маке а вы видите, вот это дает